приветствую друзья с вами Эдуард Волков на сорок восьмом дне поста на соках ну и сегодня как обычно как и каждый день я вам рассказываю о своем самочувствии в основном все одно и то же то есть чувствую себя хорошо и как новорожденный то есть бывают дни то есть вчера рассказывал такое за полтора месяца там два-три дня таких небольших экстеза там головные боли разные там ну такое бывает такое муторное состояние а вообще по состоянии вообще очень здоровская то есть она легкая и чувствую себя как энергично как как ребенок мой ребенок ну и это сорок восьмой день не так сказать почему-то не знаю сорок восемь цифр нравится и будем считать что это юбилейная следующая юбилейная будет уже 50 ну а сегодня кроме своего самочувствия я хочу вам рассказать сказку о истории то есть а то истории которой как бы не существует то есть а то истории которые не учат в школе вот а истории до того как началась наша история то есть то о чем говорят язычество на то есть я и хочу показать вам различные культы которым которыми жили славяне которые жили русы ночи прежде всего с того что вы знаете что русы и русские а трусов пошли да а вот все все мы знаем сейчас хохол москаль эти самые янки то есть это клички такие национальные до чурки вот это клички такие национальные такие ну как бы задиристые то есть одна сторона обзывает другую сторону каких-то из-за каких-то своих таких особенностей то есть а те далекие времена которых я хочу хочу рассказать границ не было и люди ходили свободно по всей азии европы тогда не было это тоже азия вот и южане те народы которые там чуть чуть ниже жили они все черненькие волосы у них черные вот а когда приходили русы русы они в основном гнали скотт до на на юга и в какой-то момент юга стали вот это предгорь и гималаев стали как бы курортом таким куда люди ехали заработать него не так что заработать они ехали купить обменять на скотт что-нибудь такого диковинка вода такого интересного там побрякушек много там целый бизнес был туристический точно так же как сейчас этот бизнес начался но не не менее десяти тысяч лет назад то есть люди ходили туда-сюда постоянно то есть еще тогда земледелие развита особо не было вот этот земледелие только-только развивалась только начинались началось она она пришла я подозреваю что из атлантиды для меня атлантида это как бы обобщенное название всех культур латинской америки и центральной америки и северной части америки то есть это майя ацтеки еще множество различных народов то есть они как бы очень давно начали такую программу о цивилизовании строили каналы массово кукурузу садили разные помидоры в общем сельское хозяйство у них было развито гораздо гораздо за я бы сказал возможно не менее 5000 лет до того как оно пришло уже в в азию в таких масштабах то есть земледелие испокон веком из 100 тысяч лет назад люди занимались то есть по мелочи когда они оседали оставались какие-то очаги там стариков оставая оставляли детей и охотники сами ходили по всей азии досмотреть и рассматривать и вот люди нормально и коров они домашний одомашнивали давно давно и что он говорят что одомашнивание даже слушать мину не стоит вот и вот в те далекие времена как бы пришла эта культура сельскохозяйственная и первое кто очень предприимчивые были этим занялись на югах потому что на северах есть дичи полно зачем было сельское хозяйство изначально там много населения началось это сельское хозяйство именно на территории индостана ну еще там дальше в южных районах китая примерно параллельно но в основном вся культура именно азиатская она началась после того как вот эти русы начали так сказать массово переселяться и в теплые края и там оставались то есть их потом назвали ариями именно они начали внедрять сельское хозяйство массовое такое да то есть там родилось то что называется как бы общинное сельское хозяйство там дальнейшем уже и возникли различные культы то есть различных гуру которые работали на то чтобы вытягивать из джунглей этих обезьян мэнов так называемых то есть это культ ханумана он возник для того чтобы но образовывать вот этих индусов то есть те которые жили себе в племенными спору в племенной способ и вот их вырвали царь обезьян пришел он командовал ими всеми и это было так сказать наемная рабочая сила того того времени то есть детишек вытягиваешь обучаешь их отцивилизовываешь и хануман правил хануман это human гуманистичный то есть это так и перешло в нашу культуру потом много было очень беспорядков там то есть индия пережила все то что мы сейчас переживаем этот бардак она пережила еще пять тысяч лет назад то есть у них сейчас все устаканилось и всех революционеров они просто выгнали эти революционеры пошли разбежались во все части света то есть часть в непал ушла часть пошла дальше в азию часть пошла на ближний восток и там они вавилоны замутили да то есть начали проводить политику то есть политики как такой не было если знаете слышали что все люди разговаривали на одном языке вот ну а потом когда башню разрушили они каким способом то есть они получилось так что в этот момент письменность внедрялась и каждая группа отдельно пыталась кодировать язык но и таким образом из из-за письменности все и разлетелось то есть люди стали понимать и читать каждый свои знаки придумывал каждый то есть отделяться потихонечку ну и вот эти разбежавшиеся товарищи они кстати товар и товарищи очень интересная мысль запомните на товар и товарищи товарищи это больших это крупный товар человек всегда был хорошим товаром рабочая сила и вот началась вот эта эра то есть египты древние греции и там зародился зародили собственные культы религии то есть если вы посмотрите на историю там очень много различных ур со слогом ур петербург варбурге урал и ир ар ур ир вот это индекс старинный 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 индекс которые вот эти разбежавшиеся гуру по всему миру начали разносить то есть культура это культ уров кур это слова урей от слова кобра это символ внушение символ учителя то есть учитель должен был внушать определенные знания определенные образы ну и вот мы дошли до того что вроде славяне появились то есть во времена когда в индию ар и а арии так называем арии аграрии аристократы ар земли артист то есть вот это все творчество праздники вот это все русы ввели там как бы они соединились с индийской черной культурой тамилов предков тамилов и появилась вот такая культура белых людей там много сейчас белых людей то есть наших наших предков которые туда ушли и там остались вот потом они обратно начали ходить заселять как я уже сказал да вот они потом продвинулись на по всему миру то есть там политическая борьба была и одних выгнали и они разбежались вот те которые разбежались сейчас создали здесь так сказать на западе собственный культ который называется культ уров культура и а после того как те товарищи начали давить которых выгнали политикой заниматься и торговли политикой на территории всей азии вот получилось так что начался бардак и для того чтобы этот бардак остановить русичи наши взяли и приняли пошли под крышу православия потому что протестанты которые торговали иуда протестантские вот эти все секты группы которые были стали потом хазарами которых мы знаем которые устраивали каганаты они казаки это казаки то есть они потом приняли православие сейчас они наши казаки вот а тогда раньше это было деструктивная такая сила которая просто-напросто внедрялась во власть любую и они общиной жили это началось того что с большой на большом великий шелковый путь торговали все они поставили свои центры и по эти при товар купцы ходили товар скидывали этим сектам а те распространяли млм такой вот и они таким образом захватывали власть они были богатые влиятельные общины и решили принять православие чтобы это большее зло этим меньшим злом как бы уравновесить ну и что получилось православие взяло власть свои руки и истребила всю весь всю культуру до христианскую то есть полностью в тюрьмы по загоняли наших законников и сейчас на корточках сидеть нельзя некрасиво многие говорят что индия эта страна грязная вот девочка она мне написала что там грязи много там нищета там грязь в общем то самое но я позволю с ней не согласиться кто о чем если человек воспитан рекламой благосостояния то естественно он обращает внимание на стерильность определенно вот а те которые нормально жизненно относятся ко всему то есть ценят именно человечность то есть в индии там осталось это человечность она они пережили уже эти конфликты все и это человечность сделала так так повлияло что они просто-напросто они верят перерождение свое и не позволяют себе себя плохо чувствовать ныть плакать или там каким-то образом то есть это действительно здоровое здоровое общество надеюсь и мы когда-нибудь таким станем но если прикрутить сюда стерильность определенным то ничего плохого не будет культуры великие развиваются именно на стыках культур одну разных культур 1 2 вот мы понимаете ли получилось так что поделились эти секты на на христиан иудеев мусульман и вот здесь сейчас мы живем в культе который называется западный культ и я вам сейчас покажу несколько минут так как иудеи относятся к христианам и вообще это это здравомыслящие люди среди них есть но много просто фанатиков но у них определенная культура но вот я вам покажу что такое христианство что такое иудейство глазами вот если человек рождается где-то в бирме и выбирает буддизм вы к этому нормально относитесь чуку нормально относитесь этому нормально отношусь и но все таки вы понимаете что он человек нормально относитесь то есть считаю опять-таки выбор другого человека нельзя сказать что он правильный или неправильно это свой выбор что тогда мы посчитаем по словам обратить человека обращение делами двери то есть вы не стараетесь в этом отношении вы не пытаетесь чтобы мир пытаюсь ли я обратить людей к вере ну допустим человек ну поклоняется вообще и долгом идолом да 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 вы пытаетесь обратить веру ведь ведь у неё я не буду этим заниматься скажите мне пожалуйста есть что-то в христианстве что вас привлекает что вы считаете достойным внимания давайте поставим вопрос по-другому как я отношусь к христианству ну давайте христианство я воспринимаю как дочернюю лиги иудаизма которая спространяет еврейский идеал человечеству в этом смысле христианство я замечательная достойная вещь который распространять еврейские идеи человечеству евреи этот делом разработок христианство это дело маркетинга если вам удобно так로 и перед вас сказать такая фразу строит и она распространяет 15 едей евреи сами не занимаются распространением евреи сами занимаются разработками и это то что нормальное разделение как бы труда есть хотите есть разумеется в отделе разработки свою свои находки свои продвижения есть то чего нет в отделе департамента разработок, есть оно ориентированное на разработчиков. А по этому отделу маркетингу есть свои находки, свои интерфейсы, свои достижения, разумеется. То есть, понимаете, что произошло? Мы попали под власть вечных странников, изгоев, которые проповедуют душевное тепло, проповедуют сердечность, но они проповедуют эту сердечность в кругу своих, остальные для них как бы гои. А слово гой, это еще из Египта пошло, когда предки иудеев принимали различную символику, знаете, глаз в треугольнике, ока гора, это все египетские цари были, кому-то глаз выбили, а он такой гипнотизер был мощный, ну и вот создалось, вот этот глаз в треугольнике создался. Казалось бы, еще символика такая интересная, да, вот жук-скоробей, жук-навозник, который, может, все видели, который навоз собирает и скатывает в шарики, а потом его катит, катит к своей норке, а потом кушает его, то есть питается этим. Так вот, представьте себе, что они, жук-скоробей был символом определенной группы людей, то есть вот этой общинности, вот этих пастырей-жрецов, то есть они вокруг были племена, племена скотоводов, и они таким же образом сели смуту там, то есть недовольство, распри, то есть показывали, что плохо, те плохо живут, смотрите, у нас мы сельскохозяйственная египетская культура, и у нас здесь хорошо, в общем, они подтягивали людей в свою партию, в свою общину таким образом, то есть этот символ, то есть что, как они считали, как они воспринимали этих скотоводов, как гной, то есть они постоянно в верблюжьем, в лошадином этом гное копались, потому что они были скотоводы, ну вот и называли гной, гои, и скорбей этот собирал эти какашки, крутил в шарики и питался этим, то есть эта секта питалась именно таким образом, то есть она собирала протестантский народ с помощью протестов, с помощью недовольства, то есть то, что то же самое сейчас происходит. Ну вот, понимаете, мы попали в ситуацию безвыходную, то есть сейчас индийцы, не буду назвать индийцы, они себя Барат называют, то есть братья, братство, они не знают, что такое территория, знают сейчас, но раньше не знали, и Барат, это Индия, индийцы называют Индию Барат, и вот они прожили вот эту ситуацию, пережили пять тысяч лет назад, вот мы сейчас мы сейчас ее переживаем, то есть вот эта вся политическая лазня, международная арена, вот эти войны все, вот это все, телевизоры, которые по мозгам ездят, та же самая сексуальность, распущенность полная, порнография, порносайты, все такое, у них там были свои порносайты, потом, когда их выгнали из Индостана, тогда все в джунглях поросло, только уже при англичанах начали находить археологи вот эти храмы с сексуальной символикой, зоофилией, там разное все было, вот понимаете, как история повторяется, но смысл вот этой нашего культа, культуры, так называемой, в которой мы живем, она вся основана, наука основана, политика основана на такой политической концепции добра и зла, знаете, что добро и зло в принципе в Азии там нет такого добра и зла, все культы, которые которые там сейчас находятся, они мирно, там тысячи богов, они мирно сосуществуют, и все, что мы имеем, мы имеем именно из Индостана, потому что у нас язык Индостана, письменность Индостана, славяне, это от слова, от слова, это язык этот весь, это наше, понимаете, вот это все общеазиатское, вот это при Черноморье и Прибалтика, вот это вся полоса, которая после таяния ледников начала соединяться с Индостаном, и там в предгорьях Гималайев, мудрецы собирались, по ушам ездили, как и сейчас, Шамбала, Шамба, это благословенная земля, Шамба, благословенная Ланка, Шамбала, благословенная земля, так же, как Шри-Ланка, только там Шамба, Ланка, Шамбала, и вот вот этот весь поток здесь на территории При Черноморья, особенно на теплых землях, здесь просто рывок был огромнейший, языкотворчества, то есть люди от простых отношений начали переходить потихоньку к сельскому хозяйству и просто развивалось вот это наш язык, это самый сложный язык для всех остальных и скажу, что 90% славянского так называемого языка, древнеславянского, одинаково с непальским, с хинди, то есть там огромное количество слов, если только окончание убрать, Сара-Свати, Святая Сара, образ идеала учителя, то есть когда-то женщины начали тоже обучать музыка, письменность, искусством различным, вот, и там весь этот культ в первозданном виде сохранился, а у нас все просто-напросто замылилось, и я в следующем завтра вам расскажу о том, какая связь у нас была, какая, что такое культ индостаныш, какая там, что там развивалось, понимаете, то есть сейчас в данный момент вот славян наших называют язычниками, почему язычниками, потому что культ языка настолько был развит, что это был центр культуры, культа, ну так, уры, уже пришли туда в те времена эти уры, вот, и поэтому слава, слово славяне, то есть это те, которые, территории там, где развивался язык, а эта территория вся была от Причерноморья до Придгорьев-Гималаев, это огромная, огромная территория, где именно развивалась вот эта культ человечества изначальный, вот, ну а потом дальше это все как бы пришло в христианство и оно как бы исчезло, это не первый раз, потому что когда пришел буддизм, Бон исчез в Тибете, да, то есть буддизм поглотил его, он просто надстройку сделал, хотя вся психологическая форма буддийского тантризма там сохранилась, я вам расскажу, что такое тантра, я вам расскажу очень много интересных вещей, которые связывают нас, нашу культуру, которую мы забыли, просто все считают какими-то отсталыми, сатанистами, те старые культы, язычниками, варварами, то есть это абсолютная-абсолютная ложь, то есть ложь с точки зрения взглядов развития того времени, то есть передовое все было здесь, Европа там еще в пещерах жили, в каменном веке жили, когда уже города здесь начали строить, а то, что говорят, что вот это Ближний Восток первенство хочет взять, так это только из-за того, что сейчас доминирующая иудо-христианская культура, она перетягивает одеяло на себя, что мы самые старые, мы самые крутые, у нас первенство, мы самые-самые, вот они сейчас мутят, крутят, ну и из-за своего политики добра и зла они делают очень-очень много зла в то время, когда они несут это самое добро, понимаете, то есть без добра зла не будет, мессианство это, это политика, это политический строй, его раньше не было, так же, как очень интересно, что индусы сейчас не 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 знают, что такое стыд, фактически, да, они не имеют стыда, они не имеют хорошего, плохого, у них нормальный взгляд на это все, я вам сегодня уже время заканчивается, я завтра вам просто расскажу, покажу на пальцах, на картинках, как культ в Индостане в те времена 10 тысяч лет назад развивался, какие образы там были, что это значило, сейчас современная вот эта психология, это фрейдизм этот, это такой примитивный уровень, который копирует только достижение того культа, Индостана, вот этот наш, то есть не надо выделять русских, которые первые были, или индусов, там, да, русы пришли в Индостан, русы стали там доминирующей нацией, это не значит, что они русские, из Причерноморья, они из Прибалтики были, они полностью, вот эта полоса, не было каких-то народов, были роды определенные, которые сходились, они между собой мешались постоянно, и конфликтов не было тогда, не было что делить, не было, земли, земли было достаточно, это потом уже, когда арии, аграрии, аристократы появились, начали дележка и грызня между собой, вот эти границы появились, раньше все было проще и мирно, и здорово, то есть люди встречались друг с другом, они отличались от животных, они чувствовали, как они отличались от животных только тем, что они не имели страха, сейчас страх повсеместный, сейчас уровень страха привычный, 48-й день на посту, и я в общем очень хорошо себя чувствую, то есть пост у меня соки, пиво пью, молочко, молочко даже больше пью, вот, и когда у меня закончится выделение все это из большого живота, вымою, то я обязательно перейду на воду и очень быстро буду сбрасывать вес, до завтра, всего вам хорошего, субтитры,